всем привет рад видеть вас на канале volga f1 сегодня у нас раздел операционной системы и сегодня поделюсь своим опытом как я переустанавливаюсь вернее перехожу семерки на спишку вот этот ноутбук asus моделька x51 rl процессор здесь одноядерный всего 2 гигагерца и оперативной памяти здесь два гигабайта ну что ж давайте покажу как я делаю как я удаляю семерку и как устанавливается ну вернее полный полную установку windows xp я делать показывать не буду у меня на канале в разделе операционной системы по этому поводу есть полностью видео как устанавливается видос xp установлена семерка и как вы знаете при установке семерки стоит создается служебный диск для системных файлов то есть там 100 мегабайт всего небольшой он скрытый то есть его система не видит но его желательно удалить и конечно надо удалить и саму семерку так что сейчас я загружусь через bios загружу диск но и заодно покажу как на этом ноутбуке можно загрузиться сидером и без флешки погнали для того чтобы загрузиться с сидером а с дивидером а я выставляю вернее при загрузке bios а я нажал клавишу escape то есть на данной модельки вот это вот менюшка запускается именно клавиша escape и здесь можно выбрать загрузки сидером а если вы грузите с флешки можно выбрать флешку также можно через клавишу f2 войти в bios там перенастроить bios для загрузки с флешки или сидером а но так как лишних движений очень не делать вы нажимаете escape на данном ноутбуке на других может быть по-другому другая клавиша и запускаетесь вот например сидером и нажимаете enter так я буду использовать для удаления windows 7 программку акронис где взять то есть я в данном случае запустил диск зверь dvd по моему так он называется здесь идет установочка windows xp с его сборкой но я ее ставить не будут это диск и буду использовать только для того чтобы запустить акронис вот то есть если не знаете где взять акронис то скачайте но если не найдете его отдельно чтобы запустить через bios то можете скачать диск зверь dvd то есть он в интернете есть и там всегда по моему есть вот акронис плюс от виктории есть проверка памяти в данном случае нам надо акронис то есть выбираем нажимаем так запустилась минимум менюшка акрониса и здесь надо выбрать нам акронис диск детектор мой директор у меня 11 версия но диск старый по моему даже 12 года но это не имеет значения чтобы удалить семерку нам хватит этого можете скачать счету что-то поновее запускаем вот такой вот у нас расположение вернее так разбит жесткий диск то есть мы видим 100 мегабайт это зарезервированной системой то есть семерочкой вот это вот локальный диск локальный том здесь у нас стоит семерка и вот это как бы диск d самый последний там ничего не стоит да вот кстати они подписаны и что нам надо сделать то есть нам надо вот этот удалить можем правой кнопочкой так удалить то то есть удаляем его смело с семеркой решили попрощаться так и о диск c который у нас у меня здесь 100 гигабайт тоже удаляем ok вот получается не занято 101 гигабайт и локальный том 197 это диск d немножко тоже по диску то есть для xp то есть будет ставиться сейчас windows xp 100 гигабайт конечно очень много с минимальным вот я использовал для хорошей работы xp в принципе даже хватает 15 гигабайт но можно там выставить 30 35 но сотки это конечно очень много только если что-то не знаю ставить все подряд на диск c вот и что еще разбивать я к не его не буду так как ноутбук не мой то есть оставлю в таком же размере как он есть вот при желании там хозяин может потом даже при установленной windows можно разбить диск c еще на две части вот и даже прикрепить к диску d это будет несколько дольше чем пустой диск но тем не менее это можно сделать так применим ожидающей операции то есть у нас две операции продолжить то есть вот все у нас с диска c и системного диска все удалено осталось не занятое место можно его форматнуть в нтфс можно не форматировать но давайте формат нём создать том-то для интересу далее так оставляем полностью размер далее здесь выставляем нтфс размеры это полностью выбираем именно основной и активный потому что здесь будет стоять операционная система и он должен быть основной и активный нажимаем завершить все теперь применить ожидающие операции продолжить все в принципе вот локальный том сделан вот видим красненький флажок вот здесь вот не знаю вот вы видите или нет наверное видно на экране хотя чуть-чуть приближу то есть вот видим красный флажок это значит диск активный основной вот вот тут подписано основной и логический то есть все как бы так как нам надо так ну ладно то есть вот мы диск приготовили теперь можно спокойненько запускать установку то же самое запуская вот эту менюшку выбора загрузочного устройства также выбираю сидером буду грузиться сидером а так как не помню если у меня на флешке данная версия windows xp то есть буду грузить сидером а ну вот у нас идет установка windows xp и на выборе дисков на которые будут ставиться я остановился чтобы вам показать то есть мы удалились ненужный раздел системными файлами удалили Windows 7 на диске C. И вот у нас сейчас мы видим диск C и D. Они в принципе у меня оба чистые. То есть C мы форматировали с вами. Но на D тоже ничего нет. То есть вот выбираем диск C. Можно в принципе его форматнуть. Сделать быстрое форматирование. И в принципе всё. То есть мы отформатируем и установка пойдёт дальше. Кому нужна полная установка Windows XP, то есть инструкция по полной установке, у меня в разделе операционной системы есть видео по этому поводу. Так что смотрите. Ну что ж. Windows XP установлено. В принципе всё работает. Поставил здесь браузер. Не знаю. Поставил оперу. Можно было поставить Яндекс. Вот. Поставил. слушать музыку проигрывать или смотреть видео. Офис. В принципе всё работает. То есть этот компьютер ещё можно использовать для работы, например, в офисе. Палабсерфить в интернете. Но для Ютуба, конечно, уже слабоват. Ютуб, он несколько притормаживает в этом плане. Только если ставить разрешение пониже. Ну а так вот, офис, просмотреть фотографии, что-то скинуть, закинуть. Какие-то лёгкие программы, в принципе, работает. Ну что ж. Для тех, кому была полезная информация, ставьте лайки. Кто хочет посмотреть полностью, полную установку Windows XP, заходите ко мне на канал, в раздел Операционные системы. Ну и кто не подписан, подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok